Биолектория Биолекция будет в некотором роде провокационная, и она отчасти дискредитирует психологическую науку, я могу честно это сказать. Проблема фундаментальная, как вы видите из названия, вопрос о возникновении психики. Существует такая, ну надо сказать, что уже не молодая вообще-то отрасль психологии, как эволюционная психология. И к числу ее фундаментальных задач относятся две следующие задачи. Во-первых, это определить, что такое психика, и во-вторых, дать ответ на вопрос, когда психика появилась. Это может показаться несколько странным, потому что вообще-то определение психики, ну это, наверное, даже философская скорее задача. Но в данном смысле слова, это задача, имеющая прикладное значение для эволюционной психологии, для зоопсихологии. Потому что в зависимости от того, как мы психику определим, мы будем отвечать и на вопрос, а у кого она вообще есть, эта самая психика. То есть мы будем определять круг объектов, которые мы исследуем. Потому что можно дать максимально широкое определение, что психика есть вообще у любой материи. И в этом смысле или у песчинки, или даже у солнечной системы, или у всей Вселенной. И, соответственно, отсюда проистекает второй момент, это определить ту точку. Но здесь вот именно момент взят в кавычках, потому что, скорее всего, мы не можем сказать, что это было как некоторое событие, когда вот не было, не было, не было психики, вот тут она хоп, раз, и появилась. Скорее всего, этот процесс постепенный. И, может быть, те объекты, которые обладают психикой, они могут переходить из одного состояния в другое. Но, помимо всего прочего, кроме, собственно, психологических задач, мы затрагиваем еще одну очень интересную проблему. Мы коснемся ее сегодня только по касательной, но я точно понимаю, что она очень популярна, сидя, среди науки. Это так называемые исследования в области нейронаук, в области когнитивной психологии. То, что на английском языке называется mind-body problem, а по-русски имеет две дефиниции. С одной стороны, это психофизическая проблема, как более широкая, а с другой стороны, проблема психофизиологическая, более узкая. И здесь, надо сказать, имеется огромный конфликт, и много копий ломаются. С одной стороны, физиологи постоянно говорят, а вот мы нашли психику, вот мы обнаружили какие-то коррелята, и можем дать ответ, где она находится в мозге. А психологи начинают с ними спорить и говорить, а покажите мне, пожалуйста, субъективность, покажите мне любовь, покажите мне ответственность, покажите мне чувство прекрасного и так далее и тому подобное. Ну вот в качестве одного из примеров здесь приведена как раз книга нейромания, отражающая это критическое отношение к mind-body problem в современной психологии. И, возможно, тот подход, который я сегодня озвучу, мы его с коллегами вместе разрабатываем, позволяет несколько снова ракурсов взглянуть на данную проблему. Ну и так, мы начнем с определения психики. Я хочу здесь сказать, что ничего прям кардинально оригинального не предложу, и я буду опираться на классические для отечественной психологии дефиниции. Ну, в данном случае взял одно из словаря, а другое из преподавателя МГУ Иванникова. Ну, классическое определение достаточно сложное, да, психика, свойства, живой, высокоорганизованной материи, заключающейся субъективным отражением объективной реальности и построением неотчуждаемой картины мира для саморегуляции, поведения и деятельности. Я всегда говорю, что когда я первый раз увидел это определение, я очень испугался, потому что вообще ничего не понял. Коллеги-биологи очень любили зрение на вопрос о том, когда и при каких обстоятельствах в результате действия каких факторов психика возникла. Еще в 40-х годах Алексей Николаевич Леонтьев, классик отечественной психологии, упорядочил все многообразие этих точек зрения на основе хронологического критерия. Ну, здесь вы видите наиболее типичные точки зрения. Панпсихизм – это представление о том, что психика существует у любой материи вообще. Биопсихизм исходит из того, что психика является атрибутом живых организмов и живых систем. Анималопсихизм или зоопсихизм, как его еще иногда называют, предполагают, что психика характерна для только одного царства, только для животных. Нейропсихизм тесно связывает психику и нервную систему, или даже, можно сказать, уже мозг. То есть, что психика есть только там, где существует нервная система или мозг. Ну и, наконец, антропопсихизм еще больше заужает этот ракурс. И получается, что тогда психика есть только у человека. И надо сказать, что, наверное, для большинства и философов, и ученых, и даже для большинства людей, если вы с улицы подойдете и спросите, у кого есть психика, то они, скорее всего, будут являться приверженцами анималопсихизма. То есть, психика есть у животных. Правда, надо сказать, что очень многие люди не вполне четко определяют, что такое животное. Ну, потому что очень многие не понимают, что, например, животное – это не только кошечки, собачки, обезьянки. Животное – это в том числе и тараканы, это в том числе и моллюски, это в том числе и огромное количество червеобразных организмов. И, как я обычно говорю, кто проживает на дне океана? Губки – это тоже животные. И чрезвычайно, царство огромное. И как-то все соглашаются с этим. Но надо сказать, что Леонтьев совершенно верно критиковал этот взгляд, потому что он является по своей сущности голословным. Это спекуляция. Просто назначить, вот если ты животное, то психика у тебя есть. С другой стороны, это не совсем логично, потому что, если мы возьмем, например, ту же самую губку и сравним ее, ну, я не знаю, например, с каким-нибудь одноклеточным организмом, например, с инфузорией. А по современной биологической систематике инфузории – это не животные. Так вот, инфузории иногда ведут весьма сложное взаимодействие с окружающим миром, они охотятся, они преследуют свою добычу. А губки, по сути дела, только фильтруют воду, и в этом отношении их активность гораздо проще. Но тогда мы утверждаем, что у губки психика есть, а вот у инфузории нет. И Леонтьев тогда, более 70 лет тому назад, указал на необходимость создания объективного критерия. Психологам надо, наверное, полагать, что во всех вузах нашей страны этот критерий преподают в рамках общей психологии, и вы уж извините, если я буду повторяться для кого-то. Объективный критерий имеется в виду то, что он допускает возможность эмпирической проверки, экспериментальной проверки. И наличие психики Леонтьев предполагал устанавливать по наличию такого феномена, как чувствительность. То есть, дескать, раздражимость – это свойство всех живых систем приходить в состояние активности под влиянием внешних воздействий, и сама по себе раздражимость психики еще не требует, как полагал Леонтьев. А вот на определенном этапе биологической эволюции возникает чувствительность, и чувствительность есть качественно нечто иное. Давайте разберемся. На самом деле логика очень проста, и в науке так всегда бывает. Если концепция простая, она становится чрезвычайно популярной, и с Леонтьевской было то же самое. Например, возьмите растение какое-нибудь, которое поворачивает свою листву в направлении солнечных лучей. Солнечные лучи являются фактором, который растение в данном случае использует в процессе своего фотосинтеза. То есть, это необходимый агент физиологической деятельности растений. Но одновременно вместе с этим для растения этот же цвет является и ориентиром. То есть, получается, что один и тот же фактор включается и в физиологические процессы, он же является и механизмом ориентации. Ну, можно сказать, это примерно то же самое, что вы откроете рот, а вам туда положат кусок сахара. У вас уже сразу начнется процесс пищеварения, и здесь вопрос возникает, нужна ли для этого психика. Леонтьев говорил, нет, не нужна. Это раздражимость, это физиологический процесс. Не за чем изобретать что-то новое и более сложное. А вот психика появляется вместе с чувствительностью. Здесь замечательный пример с лягушкой. Лягушка ориентируется на шорох камыша. Ну, здесь просто задать вопрос. Шорох камыша сам по себе непосредственно является ли он полезным или вредным для лягушки? Вообще-то он индеферентен. То есть он не представляет опасности для лягушки, он не может быть ею использован для того, чтобы насытиться, съесть его как-то и так далее. Но лягушка ассоциативно его связывает либо с каким-нибудь вкусным насекомым, который там сидит, либо с цаплей, которая, наоборот, может представлять для нее опасность. И в этом отношении получается, в зависимости от того, какой это шорох, но она их различает, лягушка будет вести себя по-разному. То есть Леонтьев полагал, что способность организма реагировать на такие факторы внешней или внутренней среды, которые сами по себе не являются ни полезными, ни вредными для метаболизма организма, но выполняют сигнальную функцию, вот это есть признак психики. Он даже провел своеобразные эксперименты, которые, надо сказать, очень сильно критикуются, но сейчас мы в эту область копаться не будем. И Полеонтьеву тогда, в сороковые годы, это был сорок первый год, когда он защитил свою докторскую диссертацию, получилось, что психика есть у всех животных и у некоторых гетеротрофных протистов, одноклеточных организмов. Ну типа инфузории туфельки, амебы обыкновенной. И этот критерий достаточно хорошо работал, но прошло уже очень много времени, и современные данные в области главным образом биологии позволяют не то, чтобы усомниться в достоверности этого критерия, но в его дискриминативности, то есть в его пользе отделять тех, у кого психика есть, от тех, у кого ее нет. Нет. Знаете, что очень интересно? То, что психологи вот этим вопросом задаваться очень не любят. Они считают, ну, ответили на него и все, вопрос закрыт. А биологи постоянно пытаются задать его, поставить его снова и снова, с несколько другого ракурса взглянуть. Но я приведу вам несколько таких примеров, которые позволяют констатировать наличие чувствительности у организмов, не относящихся к царству животных. Начнем со снов. Это даже не эукариотический организм, это прокариоты, бактерии. Бактерии – это очень интересные организмы в том смысле, что сама клетка, как вы знаете, безъядерная, она устроена достаточно просто. И в этом отношении подавляющее большинство бактерий на нашей планете, они не способны выжить в одиночку. Они живут большими колониями и, что интересно, буквально разделяют физиологические функции между разными участниками этой колонии. И в этом отношении постоянно взаимодействуют и постоянно общаются друг с другом. Но где же здесь может быть, казалось бы, чувствительность и психика? Далеко идти не надо. Можно обратиться к нашему с вами организму. Как вы знаете, в нашем организме обитает огромное количество бактерий. В общем-то, без многих из них мы жить не способны, а некоторые из них специфически адаптируются для того, чтобы существовать внутри нас. Но в этом отношении их можно условно разделить на три группы. Первая группа – это те бактерии, которые являются однозначно полезными для нас. Их чем больше, тем лучше. Вторая группа – это те бактерии, которые вредны. Их надо изничтожать, и от них надо избавляться. А третья группа – это очень интересно. Так называемые условно-патогенные бактерии. При определенной концентрации, недостаточно большой, не слишком большой, они не являются вредными или могут быть даже полезными. Но вот когда их концентрация преодолевает определенный рубеж, в результате, допустим, слабости нашей иммунной системы, они начинают нам вредить. Ну и вот в качестве представителя можно привезти эту замечательную малышку, эта синегнойная палочка. У всех она у вас существует, живет. И это совершеннейшая норма. Но любопытно то, как бактерии понимают, насколько их много или насколько их мало, какое количество их скопилось. В нашей стране, еще в Советском Союзе, этот феномен назывался чувство плотности. А совершенно недавно, в начале 21 века, к нему начали проявлять новый интерес. И теперь он называется по-английски «quorum sensing», а по-русски «чувство кворума». Механизм очень простой. Каждая бактерия в окружающей среду выделяет продукты собственного метаболизма. И, собственно, как и любой живой организм. И эти самые продукты метаболизма, они же для нее, для этой бактерии, являются сигнальными агентами. То есть это механизм «secret and sense». Выделяй и на то же самое реагируй, то же самое и чувствуй. И когда концентрация этих самых метаболитов преодолевает определенный рубеж, бактерии как бы понимают, что нас вокруг много, мы сила, мы можем что-то новое принципиально сделать. Строго говоря, вот каждый из этих метаболитов, он вообще-то и именно сигнал, потому что он нейтрален по отношению к самой бактерии, но он выполняет именно информативную функцию. И это чрезвычайно широко распространенный феномен, как это нам сейчас известно. Но в качестве примера можно привести биолюминесценцию гавайского кальмара. Люминесценция обеспечивается за счет деятельности, жизнедеятельности вот этих вот бактерий. Когда необходимо светиться в определенной области и создать тот или иной узор, кальмар сгоняет их к той или иной части своего тела, и бактерии начинают люминесцировать за счет того же самого механизма quorum sensing. И если судить по критерию психики, который широко используется, то получается, что у них есть чувствительность. Идем дальше. Растения. Вам когда-нибудь доводилось разговаривать с цветочком или с деревом? Да, было? Или как вот этот вот, видите, алоэ. Надо сказать, что растения всегда в нашем сердце занимали особое место. И нам всегда хотелось думать, представлять, что у них есть психика, что они способны нас любить, что они способны с нами общаться, разговаривать, ну как-то отвлекаться, откликаться на наше воздействие, нашу заботу или, наоборот, ее отсутствие. Есть даже целое направление. Еще с конца 19 века такие исследования проводились в области фитопсихологии. И они достаточно экстравагантны зачастую. Ну вот, например, книга, которую вы видите слева, «Пара психологии и современное естествознание», это книга, которая вышла на рубеже 70-х, 80-х годов прошлого века под авторством Венемина Пушкина, который исследовал как... Вот, может быть, вы знаете, что это за растение, здесь в левом верхнем углу изображено. Это растение называется мимоза стыдливая. И, как вы знаете, она способна реагировать на прикосновения. И вот Пушкин, сотрудник Института психологии Российской академии наук, он исследовал способность растения реагировать на те, я даже не знаю, как это назвать, информационные факторы, которые человек ему посылает. Ну, как это ни печально, это не подтвердилось. То есть это действительно парапсихологический феномен со всеми вытекающими последствиями, но тем не менее очень забавно. С другой стороны, очень часто энтузиасты в этой области склонны приписывать наличие психики хищным растениям. Ну, как вы, например, знаете, возможно, про венериную мухоловку, или в наших широтах это россянка. Венериную мухоловку с внутренней стороны ловушек растут маленькие волоски, и если их коснуться, то она схлопывается. Дескать, если есть движение, значит, есть и психика. Но, надо сказать честно, что вот по классическому критерию это все не чувствительность, это все раздражимость в данном случае. Однако, существуют и некоторые интересные другие феномены, которые позволяют говорить о наличии чувствительности у растений. Ну, вот, например, книжка вышла относительно недавно Энтони Трэвиса, британского ботаника. Видите, ну, само название за себя говорит. Plant Behavior and Intelligence. А в нашей стране недавно вышло, ну, это в переводе фактически уже, о чем думают растения. И вот Трэвис тогда, еще в 2003 году вышла первая его статья, он настаивал на том, что растения демонстрируют те же самые механизмы, что и человек. Они способны запоминать, они способны чувствовать, они способны коммуницировать, они способны предвосхищать события будущего, планировать, то есть все то же самое, что и человек. И даже, ну, высшие животные. Ну, вот почему-то мы им отказываем психики. Он настаивал на том, что у них есть когнитивные процессы. Ну, в качестве примера я вам могу привести один из сюжетов, который очень хорошо описан вот в этом фильме французском. Это ситуация, когда в африканской саванне растения начали массово изничтожать травоядных. Было засушливое лето, и в бассейне реки Римпопо крупные антилопы, антилопы называются они куду, начали массово поедать листочки акации. Как вы знаете, акация – это такое маленькое деревце, у которого много колючек, а листочки совсем крошечные, и, в общем-то, для крупного травоядного не слишком привлекательно. Но без рыбы и рак рыбы, и в этом отношении можно и ими полакомиться. И вот через некоторое время был обнаружен очень интересный феномен. Эти самые антилопы начали массово гибнуть. А если точнее, акация, как впоследствии было выяснено, травила этих самых антилоп. Причем делала это планомерно. И действительно, акация вырабатывала специфический яд, который обычно действует на насекомых, но в таких количествах он действовал даже на печень травоядных и губил их. Но был обнаружен еще более интересный феномен. Даже те растения, которые не были повреждены, этот яд вырабатывали. И исследователи попытались выяснить, как это происходит. Оказалось, что когда травоядное подходит к листочку растения, кусает его, то это самое растение вырабатывает газ. В газообразной форме вырабатывает так называемый этилен, который фактически является гормоном стресса растений. И он добирается, за счет ветра доходит до близлежащих растений и воздействует на их митохондрии, за счет чего они начинают вырабатывать яд. То есть, получается, растения общаются друг с другом. То есть, фактически, этот самый газ, ну, этилен в целом, он выполняет огромное количество функций, но здесь он выполнял функцию сигнала, как внутри самого растения, так и между разными растениями. То есть, фактически, это такая же чувствительность. Примеров очень много, я сейчас не буду углубляться и приводить более детально, но, тем не менее, можно полагать, что у них есть чувствительность. Ну, и еще одно царство для затравочки. Грибы. Грибы – чрезвычайно интересный представитель живых организмов в том отношении, что это вроде как и не растения, вроде как и не животные. А с другой стороны, и растения, и животные. Ну, в частности, они являются, как вы знаете, гетеротрофами, но имеют клетчатую стенку. И, как, наверное, многие также из вас знают, грибы – это не только, собственно говоря, то, что мы с вами кушаем. Верхние части, которые являются плодовыми телами, это лишь небольшой кусочек огромного мегаорганизма, фактически. Это плодовые тела. А само вегетативное тело грибов, которое называется мицелия, оно распространяется под поверхностью почвы. И в этом отношении гриб может быть огромный по своей площади и по продолжительности жизни. Он может тоже очень долго существовать. Ну, какой-нибудь опенок может занимать площадь в полтора гектара и жить несколько тысяч лет. И это все один гриб, который состоит из маленьких-маленьких тоненьких ниточек. Они называются гифы. Как микологи говорят, грибы изобрели интернет под землей. То есть они передают сигналы между совершенно идентичными клетками. И в этом отношении очень необычно. Но я хочу привести пример именно с чувствительностью. И для этого даже не обязательно обращаться к так называемым высшим грибам, которые образовывают такие плодовые тела. Можно обратить внимание на вот этих представителей. Насколько удивительно живая природа. Это хищные грибы. Мы живем с вами в мире, где грибы могут охотиться на животных. Страшно, правда? Хищные грибы – это группа низших грибов, которые охотятся, но для нас с вами это не опасно. Это в данном случае, вы можете обратить внимание, нематода. Маленький червячок, который попался в ловушку такого гриба. Вот это вот самая гифа, и на ней образовываются такие кольцеобразные выросты, которые состоят из, в данном случае, из трех клеток, работающих по принципу наших с вами мышечных. То есть в ответ на прикосновения они расширяются. Гриб вырабатывает их, а червячок, туда случайно попавший, он не может выбраться. Он пытается это сделать в течение нескольких минут, нескольких часов, выбивается из сил, погибает. Гриб прорастает внутрь него и высасывает. Остается только шкурка. Это необходимо для дополнительного питания грибов, в том случае, если почва бедна азотом. И это необязательный компонент. Но где здесь чувствительность? Очень интересно. Если в окружающей почве нет вот этих самых метаболитов, продуктов деятельности таких червяков, то ловушки у гриба не вырастают. А как только метаболиты появляются, стало быть, для гриба это является сигналом того, что есть потенциальная добыча, и там появляются такие ловушки. То есть это тот же самый забавный механизм чувствительности. Еще один пример. То же с организмом систематическое положение, которого не слишком хорошо изучено, потому что это что-то среднее между амебоидным организмом и грибом. Вообще в биологии не всегда точно можно установить систематическое положение. В данном случае это, кроме японцев, кто еще мог такое исследовать? Да, вот они в этом отношении находку сделали. За это получили, ну, в русском варианте это называется Шнобелевская премия. Чашка Петри, внутрь которой помещается питательная подложка, ну, то есть грибы любят, как и мы с вами, сахар. Да, углеводы. А сверху на нее помещается эдакий маленький лабиринтик. И берем гриб, нарезаем его мелко-мелко-мелко и равномерно раскладываем по этому лабиринтику. А в две точки АГ, где располагается, мы кладем еще большее количество питательных веществ и смотрим, что будет дальше. Через некоторое время гриб, он как будто бы коллективно, хотя на самом деле, опять же, каждая клетка этого гриба строго является индивидом, отдельным совершенно взятым организмом. Но он удивительным образом прорастает максимально, ну, это еще не законченный вариант, он прорастает максимально кратчайшим путем из одной точки в другую. То есть гриб, грубо говоря, ориентируется в лабиринте, если можно так выразиться. В 2010 году авторы, ну, те же самые, провели еще более забавное исследование, когда попытались смоделировать с помощью роста гриба то, как нужно прокладывать железную дорогу. Они сделали маленький макет, значит, береговой линии Токио, ну, вот эта вот большая точка, это Большой Токио, и, значит, расположили в разных местах узловые станции, так называемые. И внутрь, в центр, да, положили гриб. И вот то, что вы видите сверху, вот в правом верхнем углу, это то, как пророс гриб, а снизу это то, как проложена Токийская железная дорога. И оказалось, что в некоторых местах гриб образовал даже более логичные связи, нежели железную дорогу проложил человек. И это очень странно, потому что, ну, вообще-то, там нет центра, там нет мозга, там нет вообще-то... Ну, организм совсем не похож на нас с вами или даже на животных, но, тем не менее, решает задачи иногда более оптимально. Есть еще огромное количество примеров, я привел только некоторые из них, но это позволяет задаться вопросом, возможно, психика есть у любого живого организма. То есть, фактически, мы можем допустить наличие так называемого биопсихизма. Однако, допустить-то можно, но согласиться с этим нельзя. По некоторым причинам, и я как психолог, в первую очередь, эгоцентрично должен здесь заявить. Смотрите, дело в том, что если мы постулируем тот тезис, что свойства психики и свойства жизни есть одно и то же, то есть, фактически, признаки психики и жизни – это одно и то же, то, стало быть, мы лишаем психологии ее специфического предмета. У нас есть замечательная наука, которая изучает жизнь. Эта наука называется биология. И тогда мы всецело должны заявить, нам не нужна психология. Мы можем от нее отказаться и все вопросы, которыми она ведает, отдать в проблемное поле биологии. Но надо сказать, что я в этом своем заявлении, даже ироничном, совершенно неоригинален. Вы можете знать, что и в мировой науке, и в отечественной практике таких попыток было очень много. Избавиться от психологии и все вопросы к вести биологии. Но, как мы знаем, это все-таки недопустимо. Потому что, если на уровне бактерии, это хорошо работает. То есть, действительно, мы берем бактерию, изучаем все физиологические процессы в клетке, и этих исследований нам, оказывается, в полной мере достаточно для того, чтобы определить то, как она взаимодействует с окружающей средой, то, как она себя ведет. То на уровне человека тут возникают трудности. Мы можем всецело и полностью изучить все физиологические процессы, протекающие в его организме, и в том числе в мозге, но этого будет недостаточно для того, чтобы понять, как, почему он себя поведет, и тем более еще спрогнозировать его поведение. То есть, в какой-то момент возникает разница, возникает ситуация недостаточности изучения только лишь физиологических процессов. Есть некоторый другой уровень. Для физиологов очень часто это не очевидно, для психологов это не вызывает никакого вопроса, это вопрос дискутабельный. Но, тем не менее, если все же плясать от печки в данном случае, обратиться к тому же классическому определению психики и попытаться его разобрать, что называется, по косточкам. Здесь можно обнаружить очень многие несостыковки и проблемные области. Ну, например, психико-системное свойство живой высокоорганизованной материи. А что такое высокоорганизованная материя? Ну, ни в одном словаре вы такого определения не найдете. В этом отношении возникает вопрос, зачем плодить сущности без надобности, зачем психологам потребовалось вот такое изобретать? Или, например, а что такое поведение и что такое деятельность? Или что такое субъективность и что такое индивид? И, ну, вот как минимум я здесь выделил три, да, вопрос не поставил, прошу прощения. Что такое поведение, что такое субъект и что такое индивид? Давайте попытаемся разобраться и заодно обнаружить некоторые трудности. Первое. Что такое индивид? Ну, в переводе на русский язык индивид означает неделимый. На самом деле понятие индивид и особь фактически тождественны по своему содержанию, да, когда мы говорим особь, мы имеем в виду отдельного представителя биологического вида. Но здесь возникает трудность. А вот когда мы говорим, например, о растении, то где там индивид? Особенно если взять, например, забавные случаи, когда разные растения могут срастаться между собой корневыми системами. И фактически ты идешь по лесу и видишь там рощицу, а это даже не рощица, это один организм, строго говоря. Где там индивид? Или когда мы берем такой забавный пример, как микориза. Микориза – это срастание мицелия гриба и корневой системы растений. Причем срастание может быть настолько тесным, сильным, что фактически мицелий проникает даже внутрь клеток растения. Где там индивид? Вы их уже не разделите. Или то же самое касается с другой стороны, можно посмотреть. Если вы берете тот же самый гриб, вы можете этот мицелий поделить на кучу, множество огромных частей. И при условии, что количество клеток будет достаточным, они потом снова его создадут. То есть он прекрасно делим. И в этом отношении можно противопоставить вот такие организмы человеку. Ну, человеку, собаке, обезьяне или кому-нибудь. Ну, то есть, грубо говоря, действительно, вот если мы с вами, как бы мы с вами, с каждым из вас близко друг от друга не сидели, даже если бы мы держались за руки, мы же не срастемся. Даже когда люди образовывают семьи, несмотря на то, что там говорят, муж и жена одна сатана, но не в такой же степени, правда? С другой стороны, если у каждого из нас отрезет руку или ногу, то мы сохранимся как индивид, но рука не станет новым индивидом. И нога не станет. А если голову отрезать, то, понятно, настолько простые вещи объяснять не надо. Но это, правда, такой достаточно банальный и примитивный взгляд. С другой стороны, опять же, обращаю ваше внимание на то, что мы с вами, строго говоря, являемся колониальными организмами. То есть, ну, это широко известный феномен. В нас живет огромное количество бактерий, как я уже говорил. И есть даже специфическое заболевание дисбактериоз. Без этих бактерий мы и жить-то, в принципе, не можем. И, как известно, такие бактерии, в том числе и в головном мозге, существуют. И некоторые физиологи заявляют интересные и забавные идеи, что они, эти самые бактерии, влияют на наше принятие решений и так далее и тому подобное. Это очень интересно. Но тогда получается, что мы не индивид. Мы не неделимое. Мы колониальный организм. Мы целое государство. Потому что в психологии принято считать, что психика – свойство индивида, то есть, кого-то отдельно взятого. А вот при таком ракурсе оказывается, что нет этого индивида. Другой вариант. Следующий момент. Я сейчас только вставлю вопросы, я не отвечаю на них. Наличие субъекта. Субъектность, если говорить простым языком, это активная инициативность. В психологии мы привыкли говорить субъект психического отражения. Но давайте разберемся. Любой живой организм обладает свойствами чего-то желать. Он открытая система. Он обменивается веществом информации с окружающим миром. Вы постоянно чего-то хотите. Как только одна ваша потребность удовлетворена, автоматически возникает следующее. И так далее, и так далее. Как только вы удовлетворили все свои потребности, то, ну, считайте, вы уже особо и не живете. В этом отношении постоянно чего-то хотеть – это совершенно нормально. То есть, получается, субъектность – это свойство любого живого существа. Не только животного, а, в принципе, любого. Отсюда произрастает еще один феномен, очень близкий и созвучный, но их путать не следует. Это субъективность, индивидуализированное восприятие реальности и отношения к ней. Ну, то есть, говоря, свойство искажать эту самую реальность. Ну, в интернете много таких картинок. Видите, как вижу себя я, как меня видит военкомат, как вижу половник борща я, как его видит бабушка, ну, и так далее. Я обычно студентам читаю такое стихотворение. Маленькое. Помните, где ты была сегодня киска, королеву английской? Что ты видала при дворе? Видала мышку на ковре? Она кошка, и предмет ее потребности – это мышь. И все остальное ей совершенно безразлично в данном случае. Она это не учла, не отразила и не запомнила. Но, получается, если это характерно для любого живого организма, то не только для животных. И надо сказать, что эта идея, опять же, очень ненава. Впервые, наверное, ну, одним из первых ее высказал Якоб Пон Экскюль. Немецкий исследователь, который жил в Эстонии, сформулировал такое понятие, как умвельт – эгоцентрический мир живого существа. Причем сначала он говорил об умвельте животных, а потом распространил его и шире, и начал говорить о умвельте любого живого организма. И его очень часто считают родоначальником такой науки, как биосемиотика. Науки, которые изучают знаки, фигурирующие в процессе коммуникации разных живых систем. Не только надорганизмных и даже молекулярно-клеточного уровня и субклеточного уровня. И надо сказать, что эта точка зрения, она сейчас активно развивается. В качестве современного представителя можно назвать Терренса Дикона, который разработал свою собственную концепцию знаков и этапов их развития. Он высказывает мысль, что в принципе знаки существуют даже там, где нет человека, там, где нет языка. И даже психика в классическом понимании этого слова не нужна. Самый простой знак, он говорит, вот, например, посмотрите, слева палочник, знак икона. Палочник пытается отобразить с собой что? Ну, в данном случае листочек. И фактически он полностью его копирует. И сторонники этой точки зрения утверждают, что можно считать это уже знаком, хотя еще нет сознательности какой-то, нет языка в человеческом понимании. Другой вариант – это знак индекс. Ну, почему здесь язык муравьеда? Потому что изучив язык муравьеда и саму форму его морды, можно вообще-то индекс, то есть указатель, можно понять, на что он указывает. Он указывает на форму муравейника. И некоторые, что интересно, современные авторы полагают, что первым словом человеческой коммуникации был также указательный жест, тот же индекс. А вот классические знаки и символы появились гораздо позже. И в этом отношении получается, что семиотика является даже более широким понятием, нежели психика. То, что мы называем чувствительностью Палеонтьеву, это указание, это индекс, как мы говорили ранее. Но тогда это вносит еще большую путаницу. Получается, что, опять же, субъектность и субъективность есть у всех живых систем. Проповедение. Проповедение – это вообще очень забавный момент. Ну, действительно, когда мы говорим о высокоорганизованной живой материи, можно полагать, что это мозг. И я очень часто сталкивался с таким определением, что психика – это свойство мозга. Но это не так. Потому что, по крайней мере, еще и во времена Леонтьева было хорошо известно, что психические феномены существуют там, где нет мозга, и там, где нет нервной системы, у тех же самых одноклеточных. Поэтому это не совсем корректно. Можно предложить другой вариант, что психика, что высокоорганизованная материя – это та материя, которая способна осуществлять поведение. У нас очень прочная связка. Психика необходима для регуляции поведения. Однако тогда возникает вопрос, что это такое? Что такое поведенческая активность? Когда мы обращаемся к толковым или психологическим словарям, то находим иногда очень забавные и нелепые определения. Ну вот, например, из словаря Петровского и Ирошевского. А поведение – это присущее всем живым существам взаимодействия с окружающей средой, опосредованное внешней и внутренней активностью, внешней, двигательной, внутренней, психической. То есть, фактически, это определение утверждает, что поведение – это то, что опосредовано психикой, а психика – это то, что опосредуется поведением. Тогда возникает рекурсия. Не очень хороший вариант. Определение Зинченко – это еще один словарь психологический. Поведение – это извне наблюдаемая двигательная активность живых существ. Но тут сразу возникает вопрос, а наблюдаемая кем? И при каких обстоятельствах? То есть, вот когда я смотрю за тем, как собачка бежит, поведение есть. А когда я смотрю за тем, как маленький росточек пробивает себе путь через почву и выходит наружу, он делает это медленно. Вроде поведения нет. А что, если заснять это на камеру и в ускоренном режиме это все промотать? И тогда я буду видеть, как он видится. Тогда поведение у него что, появится? Это как-то очень нелепо получается. На самом деле, это очень неприятно признавать для психолога, что даже у нас нет четкого понимания того, что мы изучаем. В том смысле, что когда ты вот так вот разбираешь по косточкам определение психики, то оказывается, что мы не знаем даже, в чем его специфика. Гальперина такой же вариант классический, как ориентировочная активность. А ориентировочная активность – это как раз то, о чем мы говорим здесь в данном случае. Это то, о чем, да, схема, которую я уже демонстрировал. Психика позволяет ориентироваться во внешней среде. Психика возникает тогда, когда я, как, условно, индивид, взаимодействую с окружающим миром. Но вот здесь, и это как раз интересный момент, самый ключевой вопрос – это вопрос о том, а что такое внешняя среда? И для того, чтобы на него ответить, лучше всего обратиться к наиболее древним организмам опять. Ну, понятно, что такое внешняя среда для вас, для меня, для собаки, даже для таракана или осьминога. Ну, да. А вот если взять бактерию, то что является для нее внешней средой? И там возникает очень интересная ситуация. Как я уже говорил, бактерия фактически не является индивидом, только номинально. Фактически бактерия ориентируется в собственной колонии. Она взаимодействует с другими своими сородичами, обменивается с ними сигналами, распределяет функции. И в этом отношении там достаточно сложная коммуникация. Микробиологи иногда даже любят шутить и говорить, что вот среди бактерий есть свои альтруисты, есть свои эгоисты, есть те, которые манипулируют другими и так далее. А вот только сама эта вся колония взаимодействует с внешней средой, с миром в нашем полном смысле этого слова. И тогда получается очень забавная ситуация. Получается, что при различных ракурсах рассмотрения мы можем обнаружить совершенно разные феномены. Смотрите, с точки зрения отдельной клетки жизнедеятельность бактерий, это ориентация во внешней среде. То есть, грубо говоря, можно так выразиться, для каждой клетки общение с другими сородичами – это психический акт, коммуникация. Ну, почти как у нас с вами сейчас. Это психический феномен, если взять ее за индивида. А с другой точки зрения, если смотреть с ракурса всей колонии, получается интересно, жизнедеятельность каждой отдельной бактерии – это физиологический процесс, что она решает определенную физиологическую функцию. И только вся колония способна осуществлять полную жизнедеятельность и контакт с миром. Это получается очень интересная ситуация такого единства физиологического и психического. Только то, как вы будете его определять, как физиологическое или как психическое, зависит от ракурса рассмотрения. И вот мы с коллегами назвали этот интересный феномен протопсихика. Тут можно разные, на самом деле, термины использовать. Прото – как предшествующее. Или еще был такой вариант, как крипто. Ну, крипто – это скрытое, хотя суть примерно идентичная. Давайте разберемся с этим подробнее. Большая часть организмов, не относящихся к царству животных или гетеротрофных протест, они действительно не обладают тем, что мы можем назвать индивидностью, то есть вот этой неделимостью. Эти организмы делимы, и они являются модульными. Что это означает, модульный организм? Это означает, что вы действительно в прямом смысле этого слова можете разделить его на части, и при условии, что сохранятся все необходимые ткани, он сможет выжить. И это фактически организм, являющийся колонией. Ну, как некоторые микробиологи говорят, что мы имеем дело с городом микробов, где они действительно взаимодействуют друг с другом. И поэтому получается, что на этом уровне субъективная ориентация происходит внутри самого организма. Вот этот самый феномен мы и назвали протопсихикой. Протопсихика – это ситуация, когда субъективная ориентация еще не выходит за рамки самого себя, за рамки собственного организма. При этом вся колония, конечно, контактирует с внешним миром и обменивается с ними веществами, но это только вся колония. Ее все-таки трудно назвать самостоятельным организмом. Это скорее действительно город микробов. Примерно ту же самую ситуацию мы увидим с вами в случае с грибами или растениями. А вот настоящая психика в классическом понимании возникает тогда, когда мы субъективно отражаем весь процесс взаимодействия, при этом отражаем и самого себя, и внешний мир. Это можно назвать психикой, или, ну, мы использовали для того, чтобы показать различия, понятие эу, приставка эу, ну, как по аналогии с эукариотами – настоящая, хорошая психика, полноценная. В этой ситуации я субъективно воспринимаю и самого себя, и внешний мир. То есть вот классическая психика возникает тогда, когда моя субъективная ориентация выходит за рамки моего собственного организма. Давайте разберем подробнее различия. Ну, если в качестве примера взять дерево или крысу, да, относящуюся к тому или иному типу психики. Это, грубо говоря, два универсальных, ну, или два различных, наоборот, совершенно механизма адаптации к окружающему миру. Два совершенно полярных способа жизнедеятельности, которые… Нельзя сказать, что какой-то из них лучше, а какой-то из них хуже. Они просто отличаются, у каждого есть свои достоинства и недостатки. Для того, чтобы это пояснить лучше, я обычно использую метафору и сравнение с политической системой, с тем, как может быть организовано государство. Ну, например, у нас есть государства унитарные, а есть государства конфедерации. Что такое государство конфедерации? Это государство, которое состоит из большого количества элементов, каждый из которых относительно автономен и независимым. Он, в принципе, при желании может обособиться, отделиться. Ну, не знаю, знакомо вам это или нет, но вот в нашем мире современным государством конфедерации является Швейцария. Или иногда еще, у меня студент в качестве примера приводит Европейский Союз. Ну, так, условно это конфедерация, хотя действительно, вон, Великобритания же решила выйти, да? И что это означает при аналогии с протопсихикой? Это означает, что мы имеем достаточно большой организм, сложно организованный, но в нем нет центра. Дарвин, кстати, очень забавно полагал, что вот у растений мозг располагается в корневой системе. Хотя, скорее всего, это не так, конечно. У него нет центра. А что это означает? А это означает, что каждый элемент растения, каждый вот этот модуль, который мы так назвали, да, он выполняет свою специфическую функцию, полезную для всей системы в целом, но он, в общем-то, действует автономно. Если, допустим, возникает какой-то стресс, возникает какая-то угроза, то сигнал равномерно распространяется по всей этой системе. И каждый реагирует совершенно специфически. Что очень интересно, подобно тому, как у нас с вами в нервной системе есть вызванный потенциал действия, такой же потенциал действия есть и у растений. Он, правда, гораздо медленнее проходит. Но в сущности функция та же самая. Какие это дают преимущества и недостатки? Такая адаптация происходит достаточно медленно. Пока сигнал, который получил побег, дойдет до корневой системы, и она как-то среагирует, пройдет очень много времени. Но зато это дает огромные преимущества. Ты можешь совершенно свободно расти, ты не ограничен в своих размерах, и ты очень хорошо, скажем так, условно, толерантен к утрате тканей и органов. Расти не может лишиться в большой части своего организма и при этом продолжит существовать. А та часть, которая от него делилась, продолжит существовать самостоятельно. Это позволяет тебе очень хорошо адаптироваться к так называемым экстенсивным стрессорам. Что это означает? Ну, если, например, случилась засуха, то мы можем пустить корневую систему вглубь и при наличии достаточных резервов переждать этот неблагоприятный период нашей жизнедеятельности. Но есть и недостатки. Какие? Интенсивные стимулы переносим, интенсивные стрессоры мы переносим достаточно плохо. Ну, представь себе, пожар случился, ты никуда не денешься от этого, ты очень большой и в этом отношении неуклюжий. Другой вариант – это психика животных, другое бы то, что мы назвали эопсихикой. Это механизм адаптации достаточно эффективный и удобный, но он похож на унитарное государство. Что такое унитарное государство? Максимально централизированное, где есть, ну, условно, там, некоторая столица, в которую сливаются все сигналы от периферии, и там принимается решение, а дальше команда отдается в области, которые ей четко подчиняются. И в этом отношении животные являются такими унитарными государствами, поскольку, действительно, каждая из наших клеток, она, в общем-то, не автономна. Она приносит очень много в жертву этой самой целостности такого организма. И тогда на любое сильное воздействие стрессовое реагирует не каждый элемент самостоятельно. Ну, действительно, когда я двигаю рукой, я это учитываю и всеми другими своими частями тела. Не бывает такого, чтобы рукой я делал одно, ногой совершенно другое, но правой, левой – разные виды деятельности. Это сложно. И, в принципе, мы на это не ориентированы. Тогда мы не можем быть такими большими. Даже самые крупные животные организмы все равно ограничены, лимитированы в росте. Это также дает свои преимущества и недостатки в значительной степени. И обратные – это недостатки и преимущества тем, что я приводил ранее. То есть животные в этом отношении могут очень хорошо переносить интенсивные стимулы, ну, то есть интенсивные стрессоры, которые возникают экстренные, от которых нужно быстро спастись. Ну, если будет, допустим, пожар, дерево сгорит, крыса возьмет и убежит. А если будет засуха, если взять крысу и поместить в пустыню, в центр, что будет делать крыса? Она будет действовать стратегически, она будет задействовать свой механизм, который есть, поведение. Она будет бежать, 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 бежать и сдохнет, в конце концов, потому что не сможет спастись. В этом отношении деревом быть лучше, несмотря каким, правда. Ну и, конечно же, очень низкая толерантность к утрате тканей и органов. Даже потеря небольшой части тканей приводит к фатальным последствиям. Можно сказать, что это две разные стратегии выживания. И какая-то из них хорошая, какая-то из них плохая, наверное, так нельзя утверждать. Они просто разные. Это вот как раз и есть прото и эопсихика. Но в первом случае фактически субъективная ориентация происходит внутри самого себя. А вот при возникновении поведения, как специфической формы активности, которая характерна именно для животных, вот для нее и появляется психика. В зоопсихологии и в этологии есть прочная связка поведения животных. Есть, конечно, огромное количество энтузиастов, которые говорят про поведение бактерий или растений. Но, тем не менее, в большинстве случаев мы применяем это понятие по отношению к животным. И, по всей видимости, достаточно обоснованно. Один из наших коллег, Станислав Левушкин, предложил целую систему критериев для ответа на вопрос, что такое поведенческая активность. Это очень интересно. К сожалению, его публикаций не слишком много, поэтому здесь даю ссылки на публикации коллег и наши. И он предложил целую систему из трех критериев. Три уже лучше, чем один. В том смысле, что вероятность случайным образом обнаружить один достаточно велика. Вот случайным образом, чтобы три совпали, здесь гораздо меньше. Первый из них, вернее, в данном случае третий, мы уже разобрали. Чувствительность. Два других очень интересны. Это специфическое питание и специфическое движение. Можно сказать, что животные развивают свою универсальную стратегию адаптации к внешней среде благодаря какому-то особенному способу питания, которое требует увеличения подвижности. Классификаций типов питания имеется огромное множество. Но в данном случае нас интересует то, что в питании обычно выделяются два этапа. Это этап захвата пищи и этап переваривания пищи. И вот по этому критерию, по тому, как они взаимодействуют и какой за каким идет, можно выделить два типа. Это питание голофитное и питание голозойное. Что такое питание голофитное? Это питание, которое характерно для организмов с клеточной стенкой, для бактерий, для растений, для грибов. Фактически оно заключается в всасывании через эту клеточную стенку тех самых питательных веществ. При этом, что очень интересно, сначала происходит этап переваривания зачастую, а потом происходит этап поглощения. Ну, то есть, представьте себе, какая-нибудь бактериальная колония окружила другую колонию и начала ее переваривать. При этом переваривание происходит коллективно. Все бактерии совместно во внешнюю среду выделяют определенные вещества, а потом то, что нужно, через клеточную стенку фактически поглощают. У животных все несколько иначе. Питание голозойное, холост, целостное, да, в данном случае так это переводится. Сначала вы поглотили, то есть, поместили целостный пищевой объект внутрь себя, и теперь он только вас. Ну, то есть, это не коллективный процесс, вы индивидуально его перевариваете. То есть, сначала захват, а потом уже переваривание. И говоря о животных, нужно заметить, что в нашем царстве именно такой способ питания, захвата пищи, его переваривания влечет за собой постоянное усложнение способов передвижения в окружающем мире. Ну, в первую очередь, локомоции и манипуляции. Локомоция – это перемещение своего тела в пространстве на расстояние, значительно превышающие размеры этого самого тела. А манипуляция – это перемещение объектов внешней среды относительно собственного тела. Ну, то есть, фактически, когда мы говорим с вами о питании, то мы имеем дело с локомоцией. Во-первых, достичь этот объект, а во-вторых, манипуляция. И самый типичный вариант манипуляции – это манипуляция с помощью ротового аппарата. Но если забраться туда, вглубь, в исходные, в недра возникновения нашего царства, еще до возникновения многоклеточных, то мы обнаружим очень интересный феномен. В эволюции часто так бывает, что исходно одну и ту же функцию выполняет единый орган. Дальше происходит дифференциация. Каждую функцию начинает выполнять свой специфический орган. И вот, скорее всего, таким исходным органом, исходным процессом являлся фагоцитоз. Если вы возьмете амебоидные организмы, то при этом при всем оказывается, что такое псевдоподия амебы. Это одновременно и орган передвижения, это одновременно, да, то есть локомоции, это одновременно орган манипуляции, потому что она захватывает питательные объекты. Это одновременно и инструмент пищеварения, потому что образовывается пищеварительная эвакуоль. То есть это то исходное, из чего впоследствии животные начинают усложнять свою локомоторную активность. При этом, при всем, конечно, используют чувствительность для ориентации. Я должен обратить внимание на тот факт, что не у всех животных обнаруживается психика. Это, кстати, тоже очень забавный процесс, потому что в ходе эволюции может дегенерировать поведенческую активность. При переходе к паразитизму или при переходе к прикрепленному образу жизни поведение не нужно, ну и психика тоже отмирает. Но при таком ракурсе, получается, три критерия позволяют констатировать наличие поведения только при наличии всех их одновременно. При этом, что забавно, по отдельности каждый из них встречается достаточно часто. Ну, глазойное питание мы можем встретить, например, у тех же самых хищных растений. Анимальное движение, движение целостной клетки можно очень часто обнаружить, например, у многих бактерий, скользящих, например. Ну, а про чувствительность я уже отдельно говорил. И вот только все они вместе позволяют констатировать наличие вот этой самой полноценной, настоящей психики. Однако, еще один очень забавный момент, на который я не могу не обратить внимания, это то, что протопсихика, то есть психика каждой отдельной клетки, она у животных никуда не исчезает. Она продолжает точно так же существовать и функционировать даже внутри нас. Но если взять даже какие-нибудь клетки из амебы или инфузории, из царства кидротрофных протис, то, как вы знаете, согласно гипотезе симбиогенеза они тоже образовались за счет совместного сосуществования нескольких прокариотических клеток. Но если взять нас, каждого из нас в отдельности, то мы тоже являемся своеобразным городом клеток. И здесь очень интересно, можно поспекулировать. Достаточно привести несколько таких примеров. Ну вот, наверное, мне было бы проще всего начать с нашего соотечественника, Вячеслава Швыркова. Швырков – это ученик Петра Кузьмича Анохина и основатель лаборатории системной психофизиологии Института психологии Российской Академии Наук. В своей книжке, там мелко, наверное, а не видно все-таки, «Введение в объективную психологию», которая издана то ли в 95-м, на следующий год после его смерти она была издана, он там высказывает очень интересную идею, которую фактически до него в поздних работах об этом говорил еще Анохин. Он говорит, что вот смотрите, классический взгляд на нейрон предполагает, что нейрон – это передатчик. В нейроне возникает вызванное потенциал действия, он проходит из акционального колмика, дальше выделяется нейротрансмиттер, ну и понятно. В этом отношении он достаточно пассивен, его задача заключается в том, чтобы транслировать некоторый процесс возбуждения. А Швырков там высказывает мысль, а что если вообще-то каждый нейрон является самостоятельным целостным организмом, который подобно, ну, одноклеточным, но все равно целостным организмом, и что если допустить, что он тоже чего-то хочет, тоже к чему-то стремится, он тоже хочет жить. А в этом отношении что означает жить для нейрона? Это означает получать питательные вещества. Питательными веществами является кислород, является сахар, являются, в конце концов, трофические факторы роста нейронов. Он их всех получает за что? Он их всех получает в тот момент, когда он активен. Ну, он активен. Но если посмотреть на это с точки зрения целостного организма, когда отдельный нейрон бывает активен? В тот момент, когда мы осуществляем ту или иную поведенческую активность. То есть, вы, как целостный мегаорганизм, что-то делаете, грубо говоря. Ну, я говорю в данном случае о нейронах коры больших полушарий. И если взять не отдельный нейрон, а целостную сеть, в которую они включаются, и они регулируют целостное поведение, то можно сказать, что они, желая быть активными и жить, они фактически побуждают вас к тому или иному поведению. это очень забавный ракурс рассмотрения, потому что тогда получается... Что? Доминанта Ухтамского – это сложившийся очаг возбуждения в данном случае. Тот, который победил, и который угнетает всех остальных. А это все та же самая школа-то. Это очень близко на самом деле. Ухтамский, Анохин. В данном случае, я хотел что сказать? Обратите внимание, это забавно. Вот представьте себе, вы утром сидите и решаете, вам что выпить? Кофе на завтрак или чай? А у вас есть две нейронные сеточки. Одна нейронная сеточка специализирована на, допустим, заваривании чая и на потреблении чая, на распознавании вкуса чая и так далее. А другая специализирована на кофе. И мы тогда говорим, что не вы принимаете решение, а кто принимает решение. А вот эти вот две сетки нейронов, которые могут, кстати, и перекликаться, как, знаете, как две политические партии в парламенте противодействуют, борются друг с другом. И когда одна из них побеждает, вы идете, допустим, заваривать чай или кофе. Или решаете выпить коньяк или что-нибудь еще аналогичное. Вот. То есть получается, смотрите, это что такое? Это прото-психика. То есть это психика отдельного нейрона. Только тогда возникает очень сложный вопрос. А где вы? Вернее, кто вы? Может быть, вас нет? Может быть, есть только нейроны, которые конфликтуют друг с другом? Все зависит от ракурс-рассмотрения. Таких примеров достаточно много. Очень красивую концепцию предложил Джеральд Эдельман, его идея нейродервинизма. Как известно, на ранних этапах антогенеза наблюдается огромная смертность нейронов, в частности, в коре больших полушарий. Нейроны, которые не нашли себе специализации относительно того или иного поведения, они гибнут. Здесь все очень просто. По принципу, ты не работаешь, ты не ешь. И это совершенно естественный феномен. То есть они, получается, конфликтуют друг с другом за выполнение той или иной поведенческой активности, за специализацию. Это, конечно, красиво. То же самое касается аксонального наведения, когда аксоны прорастают внутри нервной системы. Или когда сами нейроны мигрируют. Это тоже очень широко известный феномен. Это может касаться даже не только нейронов, это касается вообще любой клетки вашего организма. Каждая клетка может быть рассмотрена как самостоятельный организм. Мой любимый пример здесь – коммуникация. И в иммунной системе это наблюдается. Я обычно привожу пример с апоптозом. Знаете, что такое апоптоз? Это инициированное уничтожение клетки. Оно может быть инициировано изнутри, а может быть инициировано извне. Например, в результате того, что клетка какая-то не такая. Ну, мутировавшая, например. Когда все остальные клетки вокруг говорят ей, чувак, ты какой-то не такой. Может, ты убьешь себя? Он говорит, ну ладно. Я упрощенно, конечно, говорю в данном случае. Но это фактически тоже механизм коммуникации, если можно так выразиться. И мы возвращаемся… Примеров можно много привести. Все к тому же вопросу. Являетесь ли вы целостным чем-то, или вы просто совокупность отдельных маленьких прото-психиков и целый город? Скорее всего, не надо отвечать на вопрос категорично, не надо говорить, что кто-то прав, а кто-то не прав. Все зависит от ракурса рассмотрения. И то, и другое верно. Просто когда мы занимаемся исследованием психофизиологической проблемы, ну, например, путем поиска вот этих вот самых нейронных коррелятов сознания и других процессов функциональной специализации нейронов, нейронов места, или нейроны Мерлин-Монро, нейроны Харри-Берри и так далее, мы исследуем вот этот вот уровень, прото-психический. Конечно, очень важный в данном случае и ценный, потому что он основополагающий, он никуда не делся. Только его оказывается несколько недостаточно для понимания того, как поведет себя организм в целом. Но получается, что при желании мы можем говорить о наличии психики у растений и у грибов, но когда мы это применяем, например, в рамках зоопсихологии или эволюционной психологии, или этологии, то тут есть, знаете, какой-то такой шкурный интерес. А можно ли применить те же самые методы? И здесь возникает очень много проблем, потому что, ну, можно примерно теми же самыми методами изучать мышление ребенка трехгодовалого и мышление шимпанзе, ну, можно даже мышление собаки, можно даже осьминога изучить. А вот как сравнить мышление человека с мышлением дерева, не вполне понятно. И в этом смысле, наверное, надо признавать, что адаптируются они ничуть не проще. Механизм их адаптации куда как сложнее. Но он, по всей видимости, все-таки принципиально иной, нежели тот, что избрали для себя мы, я имею в виду животные. И в этом отношении связка психика и поведения оказывается весьма обоснованной, только надо четко определять, что такое поведение. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вот все суждения, которые я сейчас вынес, с которыми вы сейчас столкнулись, это не истина в последней инстанции, это именно попытка найти решение той проблемы, которая есть. Это обусловлено тем, что у нас огромное количество фактов, которые непонятно как систематизировать. И вот мы, на самом деле, нас таких очень немного, которые ломают голову и борются над этим. И в этом отношении я как раз эту лекцию вынес на обсуждение с максимально широкой публикой, чтобы услышать в том числе и ваше мнение, и ваши возможные отзывы. Ну а на этом я пока закончу. Спасибо вам большое за внимание. Иван, вам спасибо огромное за лекцию. Было суперинтересно. Я думаю, количество людей в зале это показывает. А теперь давайте наша следующая часть. Это вопросы из зала. Поднимайте ручки, держите. Я буду подходить с микрофоном. Спасибо, Иван. Подскажите, пожалуйста, вот различаете ли вы поведение и развитие как таковое, потому что биологическое развитие, оно может быть рассмотрено в контексте поведения. То есть где граница между непосредственным естественным развитием, делением клеток, всей специализацией клеточной и конкретными поведенческими актами. Спасибо большое за вопрос. Работает, да? Хотя он достаточно сложный. Я думаю, как бы ответить. Смотрите, понятия развития и поведения, безусловно, пересекаются, но они не являются тождественными. В том смысле, что развитие может быть совершенно различным. Когда мы с вами берем рост тканей, рост тканей, в том числе и человека, в том числе и растения, в том числе и бактериальные колонии, это развитие. Хотя не обязательно, с другой стороны, рост – это развитие. Потому что, хотя, смотря, как вы понимаете, здесь очень много нюансов, вот, допустим, когда у человека растет раковая опухоль, это развитие? Для раковой опухоли, наверное, развитие, а для организма, вообще-то, не очень хорошо. С другой стороны, усложнение поведенческой активности – это развитие? Да. В этом смысле, ну вот есть очень красивая концепция, дифференционно-интеграционная, которая постулирует, что развитие – есть усложнение исходного единства путем возникновения все новых и новых элементов, усложнение связи между ними. Но это может проявляться как в усложнении поведенческой активности, так и в усложнении морфологической структуры, например. Так что, необязательно развитие – это поведение. А если говорить о, например, связи вот этой самой морфологии и поведении, то это очень забавно. Если взять, например, мозг человека, то, строго говоря, на вот клеточном уровне вы особо разницы не заметите между, например, взрослением и образованием новых энграм памяти, закреплением чего-то на долговременной основе. Потому что и там, и там, и в первом, и в втором случае образовываются новые акциональные связи, новые коннективы образовываются, да, и на клеточном уровне это выглядит одинаково. Но это может быть и у ребенка, да, когда рост связи, рост коннектома, это может быть и у взрослого человека. Поэтому я бы сказал, что понятие развития является просто более широким. Вот так, если позволите. Еще будут? Возможно, я не права. Почему реакция на этилен это чувствительность? Разве этилен это раздражитель? Да, почему это чувствительность, а не раздражимость? Я повторяю, что этилен выполняет огромное количество функций. Ну, я не буду сейчас отматывать, но у вас в том числе созревание побегов и отмирание листочков это все этилен. Но если вы представите себе, давайте проведем аналогию, представьте себе, вы шли по улице и на улице на вас напала какая-нибудь, ну, я не знаю, дикая собака. У вас возник бы стресс, да, и вы прибежали бы в помещение вся целиком благоухая адреналином. Аналогично, если провести, да. И вдохнув этот самый адреналин, я бы не просто понял, что вы чего-то боитесь, я бы сам начал бояться, причем того же самого животного. Вот примерно так это работает у растений. Ну, то есть, во всяком случае, нельзя сказать того же самого животного, но вести я бы стал себя точно аналогично. Получается, что в зависимости от места расположения и в зависимости от форм, потому что она может быть жидкая, она может быть газообразная, этилен выполняет в данном случае сигнальную функцию. Но, опять же, это очень интересно. Если вы рассматриваете растение, как колонию, то получается, что внутри самого растения это вещество выполняет также сигнальную функцию между разными его кластерами, разными модулями. Хотя я согласен, в данном случае это, наверное, может быть вопрос дискутабельный. Но это только частный пример. Если вас интересует более подробно, можно обратиться к работе Тревес. Там очень много примеров и в том числе других. Спасибо большое за лекцию. У меня вот такой вопрос возник. Когда вы сравнивали человека и бактерию, вы сказали, что поведение бактерий очень легко предсказать. Но с человеком так не получится, потому что даже если учесть все факторы, которые внутри его головы, внутри его организма происходят, почему? Вы знаете, я думаю, что я на этот вопрос ответить не могу. Вопрос почему? Я бы сказал, просто потому, что психика находится на другом уровне. Вот, да. Что это за уровень? Поимейте в виду душу или какое-то другое. Просто вы меня напугали этим. Сейчас я верну, чтобы было понятно. Вот. Смотрите. Это как раз очень интересный подход к решению психофизической проблемы, если можно так сказать. Физиологический уровень, он является информационной организацией системы организм. А когда мы говорим о психическом уровне, мы говорим о системе более высокого порядка, в который физиологический входит как компонент. Это система, которая является организм плюс внешняя среда. А психика – это информационный процесс, организующий контакт между этими элементами. То есть, грубо говоря, для того, чтобы объяснить и предсказать психический феномен, недостаточно знать только организм. Нужно знать еще внешнюю среду плюс историю взаимодействия. И вот в этом случае мы можем говорить о психических феноменах. То есть, грубо говоря, это по аналогии с тем, что, ну вот, можно сказать, что биологическая сущность клетки, жизни – да, это химические процессы. Но мы же не можем, изучив только структуру белков и аминокислот, объяснить, что такое жизнь. То же самое и здесь. Изучив систему более низкого уровня, низкого не в смысле примитивного, а основополагающего, мы не сможем понять систему более высокого уровня. Ну, опять же, это просто все немножко усложнено. Если мы разберемся во всех процессах, которые происходят в нашем мозге и вокруг нас, если мы сможем это все систематизировать, понять все законы, мы сможем предсказать любое действие, разве нет? Правильно. Совершенно верно. Но в данном случае вы правильно заметили вокруг нас. То есть, с клеткой то же самое, но, смотрите, изучив все, грубо говоря, изучив все физиологические процессы, которые происходят в бактериальной клетке, вы можете сказать, в каких условиях она находится, с чем она контактирует, что она там потребляет и вообще в каком она состоянии, и полностью предсказать ее активность. А если взять вас или меня или любого другого человека, изучить гормоны, которые у меня сейчас выделяются, и изучить, не знаю, систему промежуточного мозга, коры больших полушарий, контакт между ними и так далее, вот все эти физиологические процессы вы не сможете объяснить и предсказать мое поведение. Дорогие друзья, давайте, пока что не получается. По одному вопросу и именно по вопросу. Девушка. Можете, пожалуйста, вернуть на тот слайд, где разделение на эопсихику и протопсихику по Станиславу. Сейчас. Я установлю. Вот здесь вот, да? Или нет? Ну да, да, можно здесь. Или вот этот. Нет, 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 нет. Вот. У меня такой вопрос, то есть получается, на уровне эопсихики у нас возникает, в частности, самоотражение, да? И один из способов изучения самоотражения, это изучать схему тела. Собственно, когда возникает вот эта разница, когда животное, когда мы можем зафиксировать, что животное начинает воспринимать не только изменение внешней среды, но и изменение собственных границ, мы можем сказать, что у него там в определенной степени развито самоотражение, и значит возникает эопсихика. Вот. У меня вопрос такой, а каким образом еще можно изучать возникновение самоотражения, если не через схему тела, не через возникновение осознания собственных границ? На самом деле, вопрос очень узкий, я понимаю его суть, но к лекции не совсем относятся, хотя я попытаюсь сейчас ответить. Давайте так. Да, 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 я понял. А, я понял. Да. Смотрите, в чем нюанс. Дело в том, что восприятие своих границ это уже перцепция. Я чуть-чуть все-таки затрону, обращаясь к нашему классику Алексею Николаевичу Леонтьеву, он выделял несколько стадий эволюции психики, и первая у него называлась элементарная сенсорная, а только потом возникла перцептивная. Но у меня, правда, здесь есть даже целостный слайд. Я им воспользуюсь, я специально не обращал на него внимания, но вы уж меня соблазнили. Чем отличается ощущение от перцепции? Чем отличается ощущение от восприятия, давайте скажем так? Вот восприятие границ тела это уже перцепция, это уже сложный процесс, а ощущение – это его составная часть. И Леонтьев полагал, что есть организмы, у которых нет восприятия, у которых есть только ощущение. Давайте обратим внимание, вот представьте себе, вы открываете рот, и я туда кладу что-то. Вы рассасываете и говорите, что это лимон. Это что? Это восприятие. Вы построили себе образ предмета, уже сложный, то есть вы говорите уже вот об этом, о внешней среде. Но если чисто гносиологически попытаться выделить, вообще-то ощущение – это ваше субъективное отражение себя или внешнего объекта. Ощущение – это ваше переживание относительно изменения физиологических процессов в рецепторах. То есть исходное ощущение – это больше про самого себя. Поэтому вот само ощущение – это и есть самоотражение. И Леонтьев, собственно, полагал, что есть организмы, у которых даже нет восприятия границ тела. Ну, не то, что не про границ, нет восприятия целостных предметов. То есть представьте себе какой-нибудь такой милый организм, который субъективно представляет себя как целостный мир. То есть вот внутри вас есть разлитое ощущение кислого, сладкого, холодного или тёплого. Вы его ещё не локализуете как внешнее или внутреннее, строго говоря, субъективно. Это и есть вы, вы и есть все ощущения. Вот уже потом, с возникновением дистантных сенсорных сетей, с возможностью суммации ощущений, мы можем говорить, что у меня есть границы, у меня есть размеры, но это более поздний этап. А как его исследовать? Не знаю, честно. Но очень было бы интересно. Вообще ранние этапы эволюции психики исследовать очень сложно. Физиологию там изучать проще, а у психики нет. Насколько смог. Иван, у меня вопрос. Я здесь. Я здесь. В продолжение к этому слайду. Что тогда по вашему эмоциям? Эмоции выполняют огромное количество функций, но если говорить, что психика – это информационная организация контакта вас и внешнего мира, то получается, эмоция – это оценка той информации, которая была получена. То есть оценка субъективно относительно той потребности, которая у вас актуализирована. Вот, грубо говоря, на вас капнули язык, капнули лимоном, это когнитивный компонент. А другой момент, когда вы говорите, а мне это приятно или мне это неприятно. Да, продолжайте. То есть по-вашему получается, что эмоциями обладает человек или, скажем так, личность, неважно, животное, не животное, в общем, какой-то субъект, у которого есть опыт. А что тогда делать с эмбрионами? У них же тоже есть эмоции. Хороший вопрос. Но дело в том, что опыт – это не только опыт, который вы нажили в ходе своего антогенеза. Я как раз, когда читаю эволюционную психологию, я начинаю с того, что примерно половина всего опыта, который мы с вами имеем, каждый из нас, это опыт филогенетический. Это нельзя назвать инстинктами, но это опыт наследуемый. И в этом отношении, когда вы появляетесь на свет, не только вы, а очень огромное количество животных, они прекрасно знают, что плохо, а что хорошо, и умеют давать оценку. Тут, правда, есть другая загвоздка, относительно которой у меня ответа нет, потому что, например, компьютерные системы, те же самые искусственные нейронные сети, они тоже очень хорошо могут оценку давать. Правда, эта оценка, она безэмоциональная. И вот тогда получается, что мы сталкиваемся с другими функциями эмоций. Например, мотивирующая функция, которая, собственно, побуждает к деятельности. Здесь очень много интересных экспериментов, я сейчас даваться подробностей не буду, эксперименты, которые показывали, что в ситуации, когда есть эмоциональное объединение, то деятельность никакая осуществляться не может, даже при наличии осознания необходимости этого и так далее. Эмоции иногда сами представляют ценность. Вот так. Вот имея в виду, что есть протопсихика, почему не уйти на более высокий уровень абстракции и уйти полностью в поле информации? То, чтобы протопсихика задевала еще и доклеточные организмы, когда, собственно, критерии были для психики, для реакции на них совсем другие, то есть когда еще не были никак особо на критерии. И уже поверх этого рассматривать, как информация начала обрастать вот этими модулями постепенно и усложняться. Ну, тот главный предел, мне кажется, если идти туда вниз, вглубь, это вопрос о том, вот эта самая субъективность, о которой мы сегодня говорили, она когда возникает? Можно ли говорить о субъективности у неживого организма? Можно ли говорить о субъективности у молекулы, или у атома, или у субатомных частиц? Субъективность, если понимать ее в том ракурсе, который мы сейчас предложили, это свойство желать чего-то, быть неравнодушным к окружающей среде. А неживая система в этом отношении таковой не является. Когда белочки, собственно, с чем-нибудь реагируют, они изменяют его, производят то самое изменение, которое, может быть, эта молекула и хотела. То есть там же уже переходит на то, что это система, которая свободная, может поглощать энергию, может поглощать информацию. Да, то, что вы сейчас… Но при этом она внутри себя сама регулирует. То есть те же самые молекулы, когда они попадают, допустим, в какой-нибудь белочек ферментативный, они же изменяются против своей воли. То есть так захотела система. Превратить энергию хаоса в энергию жизни. Знаете, как я люблю приводить пример, когда Поль Дирак говорил, что электрон обладает свободой воли, потому что он летит, куда захочет. Можно, конечно, и до такого уровня дойти, но то, что вы сейчас описываете, называется язык молекулярной дополнительности. Еще в 19 веке, когда было показано, что анилиновый краситель одни субстраты окрашивает, а другие не окрашивает. Потому что в одном случае соединяется, а в другом не соединяется. Просто из физических свойств, из химических свойств, пардон, самого вещества. Но да, это, конечно, контакт, это избирательное взаимодействие. Сама информация предполагает избирательность. Вопрос, можем ли мы любую информацию назвать психикой. Ну вот, например, австралийский, по-моему, философ Дэвид Чалмерс, он полагает, что информация равно, но он использует не психика термин, а сознание. Информация равно сознание. У него есть книжка «Сознающий ум», где он фактически себя провозглашает по ампсихистам. Ну, на современном уровне развития науки. Да, это, конечно, классно, но только когда ты философ. Потому что, опять же говорю, проблема сводится к тому, как изучать психику мою, орангутана, таракана и вот его, звука нет, жалко, стола. В какой степени можно использовать одни и те же самые методы. И мне кажется, что здесь возникают некоторого рода проблемы. Но в философке, да, это классно. Еще вопрос. Руки будут? Ну, давайте последний тогда вопрос. Спасибо огромное за сверхинтересную лекцию. Было очень интересно и непонятно при этом. То есть, ну вот, по-моему, всякая психическая активность — это и есть поведение. Но всякое поведение — это не есть психическая активность. То есть, вы рассматриваете психическую активность как совокупность чувств, а чувство — это… У чувства есть два определения. То есть, первое определение — это способность организма воспринимать, испытывать внешние воздействия. А еще есть второе определение — это больше к сознанию человека относится. То есть, чувство — это способность осознавать. то есть относятся к высшей нервной системе. А почему бы не рассматривать психику как раз с точки зрения второго определения? То есть психика – это совокупность чувств близких к человеку. И тогда отпадают все проблемы. То есть есть поведение, а есть психика. Спасибо. Спасибо. Сложный вопрос. Мне нравится, когда такие вопросы задают, потому что ты стоишь и думаешь, с какого конца подступиться. Давайте для начала я все-таки хотел бы развести поведение и психику. Психику мы рассматриваем как механизм поведенческой регуляции. В том смысле, и здесь сложность заключается в том, что один и тот же психический феномен, неважно, когнитивный, процесс аффективный, все это вместе на самом деле, может проявляться совершенно по-разному в разных формах поведения. Или наоборот. Может быть ситуация, когда один и тот же поведенческий феномен свидетельствует о разных психических феноменах. И связь неоднозначная. То есть, грубо говоря, если очень просто сказать, наблюдая поведение, мы не можем точно сказать, какой за ним психический механизм стоит. И да, опять же, тот вариант, как я понял вашу интерпретацию, который вы предложили, предполагает поставить знак равенства между осознанностью и психикой. Тогда мы возвращаемся, если я сейчас промотаю, к тому, с чего начинали. Это называется антропопсихизм. То есть, вы тогда к этой точке зрения склоняетесь. Это возможно. Действительно. Современные авторы в большинстве случаев предполагают, что сознание есть только у человека. Да? То есть, я повторяю, все зависит от того, как вы определите психику. Если угодно, можно сказать, что психика – это сознание. Может быть, если организаторы предложат, я прочитаю еще отдельную лекцию про сознание, но там тоже все еще сложнее, потому что ответить на вопрос, что это такое, и как оно организовано, не ясно. Но тогда у нас возникает другая трудность. Окей, у человека есть психика. А у шимпанзе? А у собаки? А у таракана, моего любимого? Есть или нет? То есть, если мы говорим, что оно есть только у человека, тогда возникают трудности в исследовании предыстории. Хотя, такой вариант тоже возможен. Пожалуйста. Я повторяю, все зависит от того, какое мы определение дадим. В данном случае я использовал наиболее классические схемы, конвенциональные. Мне тут подсказали, что еще немножечко времени есть. Если кто-то хочет задать последний вопрос, есть шанс. Вот, да, воспользуйтесь. Да, Иван, большое спасибо за лекцию. А вот лично вы к какой точке зрения склоняетесь с этих пяти? И Алексей Илеонтьев тоже, если можно. Лично я как раз вам сегодня свою точку зрения изложил. И если вы могли обратить внимание, то здесь вот в этой схемке, которая у нас здесь фигурирует, ссылка на меня и на коллег. То есть мы разрабатываем эту концепцию как раз, и она мне близка. Я совершенно не близок к точке зрения простого утверждения, что если ты животное, то у тебя психика есть. Или если ты живой, то у тебя психика есть. Я все-таки склонен к точке зрения, если обобщить ее максимально, к необходимости. Я эмпирик, как ни странно, невзирая на то, что я говорил о таких высоких и сложных понятиях. Я полагаю, что нужно выработать систему критериев, эмпирически проверяемых, по которой мы можем констатировать, вот если все критерии здесь есть, значит, психика существует. Если здесь нет, значит, и психики не существует. Проблема только в том, какие это критерии и сколько их должно быть. А если про Леонтьева, то точка зрения Леонтьева мне кажется замечательной. И она в данном случае даже не устарела, ее просто нужно усовершенствовать. Но знаете, наука обычно так и развивается, когда старая концепция не отвергается, она входит в качестве частного элемента в концепцию более сложную. И в этом отношении я с Леонтьевым абсолютно согласен. Спасибо.